Планируя отпуск за рубежом, невозможно все предугадать. Так, недавний кровавый теракт в Тунисе заставил многих отдыхающих поменять свои планы. Если террористические акты и техногенные катастрофы не часто случаются на популярных курортах, то при хатив природы, наводнения, цунами гораздо чаще. Можно ли отказаться от путевки? Вернут ли деньги при форс-мажоре? И что можно считать форс-мажором, узнаем у юриста Олеси Савченко. Олеса Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы решили ехать за рубеж, купили путевки. И накануне отъезда мы понимаем, что в той стране, куда мы планировали, происходят события, угрожающие нашей жизни. И что в данном случае делать? Вот можно ли сдать путевку и получить за это деньги? В данном случае все зависит от достоверности, ставших вам известными сведений об угрозе. То есть на сегодняшний день у нас в Российской Федерации обязанность по информированию туристов, туроператоров, турагентов о форс-мажорах в странах временного пребывания возложена. На федеральное агентство по туризму. Если компетентные органы считают, что ситуация, сложившаяся в государстве, не вызывает, скажем так, опасения для жизни населения, для жизни туристов, то возврат денег возможен только в общем порядке, установленном законодательством о защите прав потребителей, и договором, соответственно, реализации туристского продукта, заключенным между туристом и турагентом. Подождите, в общем порядке это сколько денег? Каков процент? Если в общем порядке, имеется в виду, что если туристу кажется, что существует угроза, но официальной информации об этом не имеется, то при возврате денег, при расторжении такого договора, ему возвращается сумма денег за вычетом тех затрат, которые туристическая фирма понесла на организацию данного Тора. Ну, в частности, на бронирование отеля, допустим. Если же федеральные органы все-таки официально признают ситуацию в стране временного пребывания, куда собирается в Тор турист, опасный для жизни и здоровья туриста, то в данном случае, в соответствии со статьей 14 федерального закона об основах туристской деятельности в Российской Федерации, ему обязаны при расторжении договора вернуть всю сумму, затраченную им на организацию Тора, то есть на путевку. Смотрите, вот я купил, предположим, путевку в одну страну, но там начинаются какие-то действия, которые угрожают моей жизни, ну, форс-мажор, я же правильно понимаю термин, да, форс-мажор, это определенные события, которые угрожают... Непредвиденные события. Да, да. И мне предлагают вместо этой страны поехать в другую, но путевка в другую страну стоит в два раза дороже. Вот как в такой ситуации будет? То есть кто, я должен доплатить, получается? Или турагентство, получается. Или турагентство берет на себя обязанности. Если на момент приобретения путевки ситуация в стране, куда вы приобрели путевку, была благоприятной для поездки, и форс-мажор ничего не предвещала, соответственно, туристическая фирма не могла предположить, так как это все-таки форс-мажорные обстоятельства неожиданные, скажем так, непредвиденные, соответственно, вины турфирмы в данном случае нет, и в соответствии с законом не обязана турфирма возмещать какие-то затраты на тур в другую страну, где разница в стоимости. То есть в данном случае разницу в стоимости оплачивает турист при обстоятельстве, что у него возникает желание поехать в другую страну. Но нам предложат другой тур. То есть компания обязана предложить? Ну, вправе отказаться, забрать свои деньги за уже приобретенный тур и не ехать, собственно, никуда. Ну, а туристическая компания, она обязана предлагать? Ну, тут скорее речь идет о праве, нежели об обязанности туристической фирмы. Если туристическая фирма заинтересована в клиентах, она имеет право, она вправе предложить какой-то тур альтернативный для клиентов. И если мы... нам отказываются возмещать расходы, что делать? Статья 14 закона федерального об основах туристской деятельности у нас предполагает первостепенно именно возврат денежных средств, в данном случае в судебном порядке. То есть если вы отказываетесь от тура именно в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств, и вам туристическая фирма отказывается возвращать денежные средства, чтобы в праве обратиться к закону защиты своих законов в судебном порядке. Спасибо большое, Олеся. Всего хорошего и до свидания. Прошу вас. Напомню, у нас в гостях была юрист Олеся Савченко.